I have ways of blowing things off. Ну, я имею в виду не в реальном времени, а у них там, поэтому давайте посмотрим, что тут хорошего. А, погодите, погодите, погодите. Во-первых, новости, новости, новости про кого? Про Рэйчел у нас есть, певица, которая кошка. В следующей жизни, да? Танцую, пою, гонюсь своей мечтой с 13 лет и не собираюсь останавливаться. Люблю свою семью, кошек, молоко и тебя. А, а, какая-то. Давайте еще, кстати, посмотрим, что у нас написано в New Stories. Спасибо! Ваш ознакомительный период завершился. Вам понравилось? Если да, обязательно подписывайтесь на книгу истории всего за 5 долларов в месяц. Вы также можете оформить премиум подписку всего за 10 долларов в месяц и получать доступ сразу ко всему. Оформляя подписку, вы помогаете развиваться качественно и беспристрастной журналистике, а также поддерживаете авторов. Погодите, и все? То есть у нас больше не будет сумасшедших историй. Не, я понимаю, что она перестала писать. Скорее всего, то, что мы до этого читали, это были какие-то, ну, грубо говоря, консервы, которые она до этого писала, их потом публиковали. То как раз я удивлялся, как это выходит в статьи, если она там уже не пишет. Но, ладно. Погодите, это была очень прикольная рубрика, я хочу продолжение. Это же не может быть настоящие 5 долларов. Так, хорошо, привет. Наконец-то пришла. Всем привет. Они на тебя смотрят, им как-то не смешно, Фрея. Привет, салют, привет. О, кто-то сегодня радостный. Естественно. Что, выспалась, что ли, наконец-то за два года последних? Значит, все одобрили. Мы очень за тебя рады. Поздравляю. Итак, боже мой, вы понимаете, насколько я счастлива. Ух, судя по выражению лица, думаю, где-то между невероятным и безумным. Чертовски верно. С ума сойти, с ума сойти. Ну, иди сходи. Что тебе сказали? Если честно, сам сюжет их не очень-то впечатлил. История с грустным концом, значит, как-то так. Но мне уже наплевать. Лишь бы опубликовали. Меня все устроит. Впрочем, чтобы дальше не произошло, можно чуть сбавить обороты. У меня есть год, чтобы все подписать. Плюс каждый месяц будет разбор полетов. Довольно профессиональный подход. Ну, естественно. Не зря они самые крупные издатели в округе. Или в округе. Ладно, давай лучше про тебя. Как дела в кофейне? Все отлично. В последнее время много новых посетителей заглядывает. Ну, и без старых знакомых тоже никуда. Услыхал, ахайд вернулся из Кореи. Ага. И прихватил с собой подарки. Для меня не нашлось чего-нибудь? Точно не скажу. Но он обронил... Ну, что всегда дарит подарки лично в рубке. Пользуется старым добрым методом, значит. А вы как? Все супер. Кажется, мы не виделись... Сначала вашего небольшого отпуска. А, мы решили сходить на Каучеллу. Ой, блин. Мы с вами читали, что творилось на Каучелле. Там было весело. Ого. Там творилось, черти что. Да, она схватила на три часа. А дальше куда? В конце концов, мы добрались до порта Таунсенда. И как? Мне понравилось. Я думал, что исторические экскурсии это скучно. А, да. Аквей, я видела твою новую аватарку. Смит, полна не такие милые. Нафига ты? Ай, блин. Ладно. Поставила себя с ней на аватарку. Ух. Спасибо. Это вы на отдыхе сняли? Нет. На Макси. Да, была такая японская фотокабинка. Я уговорила Миртл сделать совместные фото. Интересно, она влезла в эту фотокабинку-то вообще? Или просто голову засунула, чтобы с тобой сфоткаться? Ты тоже там была, Миртл? Ага. Нет, не была. Знаешь, она сделала фотку с ней без нее. Ой, блин. Вот этот глупый вопрос сейчас был. Я считаю, что выручил ее со стендом. Спасибо. Не обязательно постоянно меня благодарить. Кстати, Нила кто-нибудь видел? Нет. Я нет. Он отправил две открытки. Правда? Ага. Одна с Каучеллы. Здесь это не так далеко было. Ну, с Каучеллы, я в принципе понимаю, что он там делал. Опять же, да, бардак все дела. Но для того, что он ищет... Зачем открытку? Кто его знает? А вторая? А вторую? Из Нью-Йорка. Чего? Зачем он в Нью-Йорк поехал? Не в курсе. Может, по своему заданию? Ага, наверное. Там у него побольше шансов. Ладно, мы пойдем. Оу, да ну. Ну, уже... Ну, тут кучу времени просетили еще до твоего прихода. А завтра нам на работу справедливо. Ладно, берегите себя. Ну, успехов с Романом. Спасибо. Увидимся, Аллашки. Увидимся. Русалка, на самом деле... Ну, это Акваменша. Она, в принципе, норм, но она слабохарактерная. А Миртл, как я вам уже говорил, мне очень не нравится. Поэтому, наверное, без них будет лучше. Они выглядят счастливее, чем в нашу первую встречу. Определенно. Не каждый вот так вот внезапно встретит кого-то, с кем ему будет так же легко и приятно. Ага. Ладно, сменим тему. Тут у нас Ромео сидит. Бейлис. Прости, что... Прости, если показалось, что я не обращаю на тебя внимания. То все нормально. Нисколько не кажется. Ты сегодня один? Нет, жду, пока придет Луя. Мне что-то там по работе... Так поздно? Ага. Она же несколько дней работает сверхурочно. Как у вас дела? Замечательно. Более того, спустя 10 лет отношений, наконец-то, начиная со следующего месяца, мы будем жить вместе? Ого, поздравляю. Разве Луя не живет с соседкой? Мы переезжаем. Ее недавно повысили. И ее компания выделила и квартиру. Ну, должно быть, она там далеко не последнее место занимает. Ну, зарабатывает она определенно больше, чем я. Это не так уж и сложно, Бейлис. Не обижай коллегу-фрилансера. А вот и она. Бейлис, прости. Я думала, что освобожусь раньше. Не ожидала, что не успею. Дорогая. Ничего страшного. Фрейя и ладушки помогли мне скорость вечер, пока тебя не было. А, привет, Фрейя. Я ладушки. Прости, что ворвалась и не поздоровалась. Как у вас дела? Замечательно, конечно. Но не так замечательно, как у вас, Голубков. Хе-хе-хе. Ты уже все рассказал? Только про переезд. Как вы уже поняли, со следующего месяца мы живем вместе. А где? Недалеко. В смысле, все с учет компании. Поэтому они решили сократить мои расходы на транспорт по максимуму. А, ну, в принципе, кстати, это логично. Это очень хороший ход. Если у тебя есть сотрудник, поселить его поближе к своей компании. Да, это правильно. Заботятся. Ну, да. То есть им не нужно будет компенсировать затрат на такси, когда я буду работать сверхурочно. А, да. Это тоже. Ну, и теперь мы сможем заходить сюда почаще. Это да. А мы вам многим обязаны. Да не, не стоит. У меня к вам вопрос. Задавай. Если я правильно помню, ты собиралась познакомить Бейлиса со своими родителями. Как все прошло? Ну, да. По крайней мере, он меня не убил. Папа был не против, чтобы ты с нами пообедал. Он такой редко. Знаю. И, по крайней мере, они не сказали нет. Думаю, это уже немаловажно. Хорошее начало. Да, определенно хорошее. Ладно, Бейлис. Тут нужно идти. Иначе мы снова опознаем к началу. Куда-то собираетесь? А, хотели посмотреть ночной показ цельнометаллической борьбы. Не знал, что тебе нравится ЦМБ. Мне не особо, но вот он просто фанатеет. Это тебе всегда нравилось... Эй, тебе всегда нравилось смотреть, как я в ней играю. Мне нравилось смотреть за тобой, а не за игрой. Жаль, что я не познакомила тебя с Миртл и... С Миртл Бейлис. Она работала над игрой. Правда? Надо почаще сюда заходить. Наверняка какой-нибудь... Как-нибудь ее тут и встречу. Наверняка. Ладно, летите уже, голубки. Насчет того, что она работала над ЦМБ. Над ЦМБ работала там огромнейшая команда. И, ну, возможно, я же говорю, учитывая, какие у нее отношения с компанией. У Миртл, я имею в виду. Я уже про это говорил там в прошлых сериях, что... Возможно, она довольно-таки не очень хороший разработчик. Занималась там какой-нибудь правой ногой левой пятки какого-то персонажа. Но, в принципе, тоже числится в титрах. Иначе фильм пропустите. А, еще увидимся, Фре. Пока, Аллышки. Приятного просмотра. Я так понимаю, что по ЦМБ у них там и игры, и фильмы, и, короче, целая вселенная своя. Вообще, по сути, мне же кажется, что это все отсылка на цельнометаллические... Цельнометаллические жилеты. Типа запах Напалма по утрам, цельнометаллическая броня. Мне кажется, это все оттуда. Но там уж свои мысли можете высказать в комментариях, если я ошибаюсь. Ушли. Я так рад за них. Им еще многое предстоит. Наверняка на их пути будет куча испытаний. Но они не сдаются. Ага. Как будешь описывать их историю? Как есть. Погоди, а разве история не описана? Я полагал, что Ромео и Джульетта это было про них. Ну, изменено, конечно, чтобы не было прямо так уж. Она прекрасна сама по себе. И драмы в ней достаточно. Хех. Ты можешь сказать и так. А теперь... Чего ты так на меня смотришь? Я так ничего и не услышал об остальных. А как у них дела? У тебя тут всего лишь 10 дней не было. Думаешь, расскажу что-нибудь невероятное? Да, брось. Что было бы с моим черновиком, если бы не они? Ну, ладно. Есть парочка новостей. Расскажи, расскажи. С чего начнем? Итак. У нас новости. Луя. Теперь живет неподалеку. Так что частенько заглядывает в кофейню. В прошлый раз они с Бейлисом обсуждали банкеты различные места. Хайд вернулся и скорее привез с собой подарки. Да, мы про это уже знаем. Он привез этот ему корень зла. Он здесь ненадолго... Блин, я не дочитал. Я не думал, что это на время. Новая игра. Да, Аквия продолжает работать в университете. Они все так же строятся над небольшими инди-играми, но уже не в одиночку. Да, да, да. О, Нил. Который Армстронг. Он почти никак о себе не напоминает. Разве что послал мне две открытки. Это все было уже. О, про Котяру. Рэйчел вновь на студии и готовится к записи с первого сольного альбома. Она нашла себе нового менеджера и новый лейбл и теперь сотрудничает с ними. Ха, и наконец Фрея. Она дописала свою книгу, опубликовалась и провела несколько автограф-сессий. К сожалению, продажи книги оставляли желать лучшего. Она все так же... Спасибо, что быстро мы убрали, не дали дочитать. Эвс! А, это все, что ли? Блиииин. Ха-ха. Это конец игры. Я думал, что... У нас сейчас еще что-то закрутится. Я думал, что мы еще что-то узнаем. Получается, мы не выполнили квест по... По оборотню. Если бы мы нашли для него успокоительное, возможно... Было бы что-то и про него. Я не ожидал, что игра сегодня закончится, честно. То есть, у меня там, когда загружаешь файл, там есть некая строчка... Ну, не то чтобы строчка, а... Полоса прогресса, и она заполнена на треть. Я ориентировался примерно на нее и думал, что у нас сейчас будут какие-то новые персонажи, новое что-то. Ну, я понимаю, что эта игра не может быть бесконечной. Тут определенное количество... Просто... Я не думал, что сегодня будет последняя серия. Уж извините, ребят. Ну, что ж, я в восторге. Честно говоря, я кайфовал все эти вот серии, которые я играл. Мне было очень классно, очень приятно в ней играть. Теперь мне хочется что-то наподобие. Я даже не знаю, что бы это было бы. Надо пойти будет поискать. Я сейчас нахожусь в немножко таком замешательстве. Потому что игрушка просто шикарная. Она такого разговорного жанра, но она увлекает всякими поворотами. А, наверное, поэтому у нас, кстати, пробный период в газете закончился. Потому что это был последний день. Я понял. Я понял. Давайте посмотрим, что будет после титров. Если что, вернемся. Заодно немножечко подведем некие итоги. И вами. Типа, наверное, я... Что-то хотели... Вначале, ну, потом пустили титры. Потом и вам, возможно, и вами. Оу. А что теперь? Добро пожаловать. Погодите. Привет, оладушки. Добрый вечер. Мы знакомы? Не припоминаю вас здесь. Конечно, знакомы. Да? Погоди. Вообще-то я здесь даже работ. Нил! Нил, красавчик! Ты переоделся, ты... Это ты, погоди. Стоп, это Нил. А? Стоп. Быть не может. Это и правда вы? Столько времени прошло. Вы изменились, пожалуй, слишком. Я научился многому и жизни... О жизни бок о бок с землянами. Значит, вы провернули? И не раз. Тогда к чему такой вид? Пытаюсь слиться с толпой. Похоже, за мной охотятся. Да! Кстати, сюда я вправду заходил какой-то человек и искал вас. Когда? Вскоре после того, как вы заглянули во второй раз. Молодцы парень в костюме? Да. Агент из Пик. Видели его? Да. К счастью, у меня сейчас другой облик. Кстати. Передо мной можешь не прикидываться. Да? Мы тоже не человек. Ну, в принципе, то, что наш герой много раз говорил, что, типа, его не волнует прибыль, или что кафешка не закроется, в этом были никакие такие намёки. Но, значит, ты наконец заметил? Трудно поверить, что кто-то из нас, что когда-то из нас могла зародиться такая сила. Но тебе неплохо удалось житься в роль. Не с первой попытки. Было такое, бывало такое, когда когда у меня срывались с языка вещи, которые мне в те моменты прошлого знать не полагалось. А, интересно. Любопытно узнать, что это были за моменты. Ну, это происходило несколько раз. Первый раз был, когда Фрея хотела рассказать о неожиданной встрече в лифте. Следующий раз был, когда сюда впервые зашла Рэйчел. И последняя ошибка была во время твоего второго визита. А, да, это ещё был тот раз, когда Фрея одобрил ей черновик. Покажешь мне? Полагаю, ты знаешь, как я общаюсь со своими. Не доводилось пробовать, но сейчас разберёмся. Мы прошли основные сюжеты игры, но это ещё не всё. Так, Интерстеллар Саппорт, ачивка. Is that it? Ачивка. Но это ещё не всё. Погодите. Если я сейчас нажму начать игру, где я окажусь? 2000 Сиэтл? Здесь? Это-то-то-то-то-то-то. Погодите. Пока что это выглядит так же, как просто начало... Это мы с вами всё читали и видели, если я правильно помню. Я хочу посмотреть, что будет. Вторень, 22 сентября. Ну, это выглядит... Погодите. Это типа НГ+. Добро пожал... А, это ты. Да, истории у меня не остались. Джорджи, Галла, Нил. Но, видите, все их истории у меня остались. Про Аквию, про Фрею. Ах, у неё тут такая картинка просто. Так, это интересно. Смотрите, у меня остались все биографии. Кроме Галла, про которого мы ничего не знаем. Наверное, потому что мы завалили его квестовую линию про Миртл. Я так понимаю, что с подачей напитков у нас открываются квестовые повороты какие-то. Ну, естественно, про Нила мы ничего не знаем. Но он у нас уже сразу здесь есть. Это интересно. Это выглядит как Нью Гейм Плюс. Я даже не знаю, как это всё теперь будет происходить. Чёрт. Это основная компания, но ещё не всё. Давайте так. Я думаю, что на этом мы с вами пока что закончим. Я думаю, что это было первое прохождение. Дальше я игру пока что трогать не буду. Я немножечко постараюсь найти информацию. Просто сейчас прокликивать вот так вот диалоги, на мой взгляд, это было бы неблагоразумно. если я правильно понял концепцию, то мы сейчас попадаем назад во времени. Имея всю ту информацию, мы попадаем назад во времени и проживаем всё это время заново, просто уже зная многие вещи и уже пытаясь что-то предугадать или изменить. Если это так, то я не уверен, стоит ли это повторного прохождения, по крайней мере, на запись. Для себя, скорее всего, да, я это потом буду проходить. В общем, не знаю, ребят, я немножко пока что не уверен, что будет дальше. Пишите, что вы думаете в комментах. Я пока что, наверное, на этом буду игру заканчивать. Мы с вами со следующей недели начнём другой проект, а потом, выяснив, как же оно всё-таки будет, уже будем решать, хотим мы сюда возвращаться или нет, и тоже будет доп. контент. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»